Ты мне тоску не пропусти Светлыми тканами нежно украшена Тихая зимняя ночь Светятся тихие, светятся чумные Слышится шум вполне Были пути мои трудные, трудные Где ж вы печали мои Вы дарили вне одни непогашены Ты мне тоску не прорву Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Скромная девушка мне улыбается Сам я улыбчив и рад Трудная, трудная, все забывается Светлые звезды горят В этой девне огни не погашены Ты мне тоску не пропусти Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Кто мне сказал, что о тепле заветели Кто мне покинутый лук Кто мне сказал, что надежды потеряны Кто это выдумал друг В этой деревне огни не погашены Ты мне тоску не прорву Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь 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 Чего бояться Тихая зимняя ночь Тихая зимняя ночь Тихая зимняя ночь Тихая зимняя 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 Не ходи, этого я не говорил ходить, ты опять в своем, обопрись, чтоб тебе легко стоять можно было и снимать, ну ты вот понимаешь, ты же грохнешься, аппаратуру все разобьешь, тебе даже нужды нет, тебе доверено, ты оправдай доверие, вакуум, покажут полы, оттуда хорошо видать, людей, а сам придерживайся Это только для дыма, для дыма, чтоб дым высырать Вот там с ребенком возятся, ты сразу раз, ну как маленько, жизнь покажи Ну давай, первый раз спевай, дальше спевай Откуда его лагерь голоса слышит? Не ударить, не ударить, не ударить, пошли Камон дадут, я в рыбаду это Камон дадут, я в рыбаду это Камон дадут, я в рыбаду это Пусть Иди к нам, Поле. ПЕСНЯ 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 Сегодня у человека есть выбор, даже в Потеряевке. ПЕСНЯ Сегодня мы оповестили, что прощальный костер в этом году. ПЕСНЯ 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 порядке на землю не ложиться вы рядом сидите никогда не скажете почему земля содержит себе холод даже в жаркий день пропели горе огонь вы понимаете что это не православное песнопение а она все основано написание его поют баптисты а где православная тогда посмотрите ласточки преследует прям рядом вплотную не стрябка это попутно сказать видишь как а там в горахи зашебетлилися ты все понимаешь что и к чему молитвой отгоняется дьявол который пожирает людей ходит как река ищи лев и чтобы не увидел должен применить священному писанию к святой библии применить жизни хорошая должность у тебя печь хлеб а мать водится с ребенком прекрасно мы все были детьми и маленький в ясах и клиентских лежал христос размышляя об этом размышляя и говори господи как бы я хотел чтобы увидеть тебя этот подвиг который совершили персидские волхвы никогда не повторится тебе не зачем идти вирусалим ныне господь ищет подвижников верующих которые сюда везде поклоняются ему в духе истине православные вообще этого не знают раньше было когда сектанты их называли штундисты отходили от церкви они дома вместо икон вывешивали бог есть дух ищет поклонников духе истине православные поэтому определяли у них везде один лозунг висел потому что это был вызов церкви за две тысячи лет не могли разъяснить что такое в духе святом а просто дух его вон вышел умер вот мы пришли сюда а где молодежь которые такого возраста там от 15 лет и выше а нет и и они скачут как валу жрецы и как будто ничего нет насчет особенного не у них выбор они мирские люди мирские в полном смысле я их вижу в городе когда они раздеты ходят без платка совершенно мирские люди это за этим кроется другое это один день святой жизни вот мы пришли сюда люди пошли туда куда прыгать волейбол а то весь мир прыгает апостол павел говорит не просто прыгать а упражнения тут какие упражнения упражнения интересное мало полезно мало а благочестие на все полезно быть благочестивым трудиться для блога для ближнего прославлять бога один день святой жизни вот есть одно выражение неправославного человека основателя протестантизма мартина лютер он говорит ничем не занятая душа хорошая кузница сатаны они не идут сюда они не слышат божественное слово это кузница сатаны возле лагеря и в прошлом году позапрошлом они скакали и прыгали они уходят в мир а чего особенного ничего особенного нет душа поглощена миром а мир весь погибший горе миру от соблазнов горе а чего особенного и родители как будто этого не видят скорби и плащ об этом огонь который горел их не зажигает у них другой огонь во рту горит один день святой жизни чем занимались сегодня рассмотри а мы делали вот то 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 допустим косил связано с сеном эта земля молоком текущие медом от травы скотина питается молоко это счастливые люди которые поставляют продукты другом важнее их сегодня никого нету а их на каждом шагу обманывают на днях пошел я не знаю там ячмень или что отпускает четыре с половиной рубля килограмм или 440 там ужас горячее даже не оправдаешь как человек смиряется смиряется другие говорят что он смиряется то не соображает ничего другие святой человек а вот это вернее почему а что сделаешь за этим кроется еще другое а может положение изменится может завтра узнаю там что-то другое посеять размышляя божественном когда ты прыгаешь там играешь в волейбол или футбол там настольный теннис ты не можешь думать о боге федор меменянник бьется где-то там кого голову разобьет и ему платят очень хорошо за одно выступление один раз платят три миллиона долларов миллиона стоит туда пойти а до чего идешь священник его исповедует он я иду смирять буйных людей а он не буйный он смирять идет и почему бога не знаю церковь наполнилась людьми чуждыми бога вот рукополагает федора конюхова а он уже кругосветных путешествий на лодке один он людей почти не видит зачем он священником стал реклама он не знает медуза его не слушает акулы его не берут может быть иван хлобыстин там юродивых играет конечно нет я просто верхушки берут и это увидел и скажи какие мы многословенные что у нас нет таких священников клоунов один день святой жизни мы собрались для того чтобы сказать хорошие слова друг другу богу вот здесь у нас был человек и он рассказал стихотворение которое я ему дал он называется дуб в горах одиноко мешкал дуб гордую крона свою поднимал седое столетие спорытое прошло как бурю семя туда занесло и говорится о том как он вырос огромный роняет там желуди и листья и наконец нет равного в мире и никого все выстоял сумел за ночью дух над ущельем шумел раздался тут гром и дуб пораженный покрылся огнем и ныне прах по миру несется и вот стоял здесь человек вот здесь вот и рассказывал это стихотворение я не знал что это стихотворение написала женщина и она его поет вы просто зарядите дуб сгоревший дуб там или как гордую крону поднимал она сама поет таким надрывным голосом то православное нет конечно и человек который это говорит пел здесь не пел он прочитал стихотворение это он ушел в мир он стал злодействовать против церкви против православия против всего почему он не применил ничего к себе а если бы мы применяли услышали пол иуда полка им а как бы это не я был а чем я лучше его вот тогда бы весь день посвятил тому и молился чтобы не быть таким не приблизиться к этой черте из-за которой возврата нету нам не безразлично должно быть что солнце закатывается вы видите она закатывается есть люди которые не верят что земля это шар они говорят земля плоская если плоская то теперь везде закат а у них там полдня в америке только солнце всходит у нас солнце в зените а у них середина ночи но если ровно поверхность стала вверху горит светильник он одинаково ощущает стол да ну ладно пусть верит как не верит это сатанинская ложь за этой ложью идет поиск лжецов один день святой жизни проживи без лжи разных славиков крошенниковов там германа стерликов вышли сказать самое лживое что есть сегодня и не понимает ему говоришь он не понимает почему дух лжи поселился в сердце он не может отличить а мне сказали ну ладно его тебе сказали и ты поверил этому на как не верит сказал епископ ну а ты-то в церкви молишься ты руки поднимаешь пикуда понимаешь что ты небо касаешься почему в это время тебе бог не ответил что-то ложь это не один день ты всю жизнь живешь во лжи и служишь литургию чего непонятно то что человек бога не знает но как да так что бог ответил он обязательно отвел ты бы назвал господи а так ли это такой ли это человек действительно это так или нет и бог ответит господь сказал приходящего ко мне не изгоню вон это было вчера и сегодня один день поверь богу один день и ты будешь скорбеть о тех которые как валовы жрецы скачут там сегодня это родственники наши близкие люди сколько на костре песнопение было они ничего этого не слышат они не знают им это не надо они придут церковь отстоят литургию уйдут на занятия приходят но нигде ничего от них нету один день святой жизни повторяю что бы ты ни делал примени это к писанию их будущей жизни а как это нужно там или нет а это потребуется смертный час когда буду умирать когда последний раз обведу взглядом окружающую обстановку надо мне это или не надо надо все время помнить об этом все рахов об этом говорит 739 помни о конце твоем его век не согрешишь помни ты сегодня умрешь тебе надо скакать там будет или нет там не просят а там демона будут скакать возле гроба а когда ты жил для бога выпросил дар слез ты шел на помощь ближнему вот это ответ вот это мы и собрали чтобы увидеть огонь у нас есть стихотворение когда пастухи сидят рассуждает о гиене и абаде мы могли бы спеть если он у вас есть где-то с утра до вечера один день скажи господи помоги все что я делаю направить к небу ты не один такой и господь будет выбирать одного многие бегут на листалище на стадионе но один получает награду не просто пришел сиди прямо не ложись я сейчас так и говорила сиди прямо нельзя ложиться нельзя они безразличные эти люди рядом ребенок он будет болеть завтра спиной а ты сидела рядом мы ответственны за все что вокруг нас допускай там все как нет не так ты видел и не обречил какой-то он погибет а его кровь я с тебя взыщу вот об этом надо рассуждать мы этот огонь не терпим а когда умирать будем когда вечные врата откроется нам все песнопения встречи должны быть направлены к тому чтобы стать лучше чтобы будущее для нас не было так страшным я иду господу павел горит течение совершил веру сохранил а теперь готовится мне венец правды богу слава не онила обещала прийти алексей загуляев обещал привезти но их нету это машинка сергей паучев и и и и и и и ПЕСНЯ 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 Лететь на дно, на груди у креста, а завтра, быть может, колбой поднимут, колбой разъяренной, на грехах креста. А завтра, быть может, колбой поднимут, колбой разъяренной, на грехах креста. Идет, не радея, на смену имплите, колбой поднимут, колбой разъяренной, на грехах креста. Да, да, да. Ангела за трапезой нам желают. Не видимо, она пристоят. Очень. Горячую не давай. Она обожжется, Фрось. Не-е-е. Не-е-е. Так, держи. Ну, встречай. Не-е-е-е. 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 Не-е-е. Сирий просто вообще пришел. Да? Сирий. Дал бы кому-нибудь разговаривать. Да. Не-е. Спасибо, что здесь. Да ладно уже. Все по-американски. Награду надо забирать всю. Тебе хоть все включать. Все включать. Все включать. Ну, еще. Дальше. Будете? Ну, что? Будете картошки есть? Да-да. Да-да. Горячая, наверное. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Рося, ты что, дали давай? А мне? Да. У нас собака. Она не травоядная. Надевашек. Ой, как горячая. Не, мам. Я уже не могу держать. На. Я как-то не знаю. Не чистить. Ага-га-га. Мама. Скользкая. Скользкая очень. Скользкая очень. Держи горячая с угольками. Очень. Очень скользкая. Соль, есть кунь? Да ладно, соль. А майонез еще никого нет. Ха-ха-ха. Не кунец соль? Соль. Соль, добрая вещь. Так я тебе взяла. О, не все. Возьмем дальше сам. Там уже все с картохой, а мы одни. Картохой. Какие-то просто подоградчики. Пойдем себе. Картошкой не закутят. Ну подождите? Подождем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok